Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы отправимся с вами в теплую и солнечную Палестину. Там, среди безлюдной пустыни и диких холмов, стоит, подобно неприступной крепости, лавра преподобного Саввы Освященного, а плод православия в Святой Земле. В других местах такие высокие стены и башни строились веками, но здесь все было воздвигнуто в течение жизни одного человека. Правда, человек тот был особенным. Церковь именует его Освященным. Вы спросите, почему именно ему было дано такое великое имя? Ведь и любой православный христианин освящается, если добросовестно участвует в жизни Церкви. Тем велик Святой Савва, что полученную от Бога благодать, сохранил и приумножил во все дни земного странствования. В VI веке его имя гремело на всю Палестину. И не напрасно, ведь осветил он ее множеством монастырей, которые довелось ему основать. Восьмилетним отроком поступил он на обучение в монастырь, находившийся поблизости от жилища его родителей. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Когда ему исполнилось 17 лет, отец и мать стали уговаривать юношу вернуться в родной дом, вступить в брак, поступить на хорошую должность, да и жить себе беспечально. Но юноша отверг все соблазны суетного мира. Он избрал для себя иной путь. Принял монашеский постриг и ушел в Иорданскую пустыню. Там святой Савва встретил совсем других людей, благочестивых иноков, отрекшихся от всего мирского. С ними жил он душа в душу, беспрекословно исполняя волю старших по духу братьев. Но душа его отчаяла чего-то большего. И вот однажды, когда Савва молился на высоком холме, под которым протекал поток, наполнявший знаменитую Силаамскую купель в Иерусалиме, явился ему ангел Господень и сказал, «Если хочешь населить эту пустыню, подобно городу, то обратись к восточной стороне потока. Ты увидишь там большую пещеру. Поселись в ней, и Бог подаст тебе все потребное ко спасению». Послушался Савва небесного глаза, и стала та пещера первой кельей будущей громадной лавры, которую, можно сказать, сам Господь воздвиг у него на глазах. Да, и вот как это было. Хоть и считал святой Савва свое жилище труднодоступным и уединенным, но каждый день приходили к нему все новые и новые братья. И вскоре кельями были заняты все склоны горы. А однажды и вовсе произошло дивное чудо. Братья иноки просили святого воздвигнуть им храм, чтобы не ходить на службу в далекие монастыри через пустыню. Святой Савва и сам думал об этом. Но как это сделать? Нигде поблизости нет даже подходящего места для строительства дома Божия. И тогда сам Господь указал ему место. Как-то ночью увидел святой Савва яркий огненный столб, простиравшийся от соседнего крутого утеса до небес. Поспешил туда утром и не поверил своим глазам. Там, где были голые скалы и острые камни, теперь отверзлась просторная светлая пещера. Устроил преподобный в ней церковь и назвал ее Богоявленную. Ибо сам Господь, говорил он всем, показал мне сие причудное место. Окончив строительство первой лавры, преподобный Савва основал вторую, потом третью. И так почти вся Иорданская пустыня населилась иноками. А имя преподобного Саввы прославлялось во всех окрестных областях. Даже свирепые звери этим именем укращаются. Такую весть разнесли повсюду не какие-то перехожие странники, а самые, что ни на есть, кровожадные разбойники. Однажды, рассказывали они, решили мы сделать набег на монастырь, где жил Савва. Но когда уже приблизились к воротам, откуда ни возьмись, вышли нам навстречу, два разъяренных льва. Поняли мы тогда, что сам Бог наказывает нас за нашу преступную затею. Что есть сил, закричали мы хищникам, заклинаем вас молитвами отца Саввы, пощадите нас. И тотчас оба льва покорно убежали в пустыню. Да что там хищники? Даже византийские императоры слушали советов великого палестинского игумена. И во всех благих делах им сопутствовал успех. «Почему никогда не смеете вы ослушаться преподобного?» спрашивали их придворные. «Ведь вы же царствуете и над Палестиной, а значит, и над его лаврой?» «Да потому что знаем мы, что Савва – человек Божий, и его устами вещает сам Господь. Завтра церковь прославит память всего освященного Богом подвижника. Пусть и для нас воссияют лучи его небесного лика. И да сохранит нас Господь его святыми молитвами, мои хорошие». Редактор субтитров А.Семкин